Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященному всему помаленьку. На данный момент это рынок криптовалют, поэтому всех, кого интересуют криптовалюты, кто давненько их хотел купить и не прикупил, сейчас самое время, потому что рынок более-менее как-то, ну он стагнировался что ли, он как-то находится на одном уровне. Но я думаю, есть еще куда падать, позитивных новостей особенно нет, поэтому не торопитесь, пожалуйста. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие криптомонетки рассмотреть. У меня, к сожалению, пока недостаточно времени, чтобы всем этим заниматься, да и возможностей тоже. Но буду стараться выпускать видосы почаще, потому что что-то не совсем у меня туго идут. Так, а сегодня я хотел бы рассмотреть такую криптомонетку, как Юши. Юша не потать с Йоши, Йоши как-то здесь на моем канале тоже. Такая мемная монета была по мотивам Марио, но не суть. Короче, она на слуху, про нее не говорил, наверное, только ленивый, довольно-таки непонятный почему. Кто ее пиарит в телеграм-канал, сейчас я как понял, в интернете тоже. И даже такой небезызвестный тип, который рекламирует всякие казино, там и какую-то передачу на ютубе выпускает. Не передача, такой мини-сериал, Серго. Обманщик, короче, и плут. Вот, и получается, на него, кстати, даже обзор-то-то делал. Bad Comedian, что ли? По-моему, Bad Comedian. В общем, посмотрите, поищите, прикольная тема про этого персонажа. И вдруг я натыкаюсь где-то в тележке, что он рекламирует вот это вот Юши. В общем, по рейтингу сайта CoinMarketCap, да, то есть Юши находится в ранге по капитализации на 3396 месте. Довольно-таки позорником, да, то есть у них еще 1000 человек в наблюдении. Выполнена валютка на сети Ethereum. Ну, сейчас Ethereum снизил, где комиссии, там сейчас где-то комиссия может за транзакции быть. Ну, где-то доллара 2,5 в 10 раз снижена, чем до того момента, как перешли в режим Proof of Stake, да, от Proof of Work'а избавились. Но все равно, как бы, эфиру по стоимости это как-то не особо помогло. Но не суть, зато как бы меньше стоимость комиссии за транзакции, поэтому так прикольно. На данный момент рыночная капитализация, да, если им верить, опять-таки, здесь как-то понедлили подтвержденным данным. 5 миллионов долларов полностью рыночная, опять-таки, капитализация. Доже 5, потому что ничем они не отличаются практически. Циркулирующее предложение, ну и максимальное, соответственно, 21 миллиард монеток. Стоимость монетки на данный момент там 0,0002 десятитысячные цента, это ни о чем. Залистина монетка была где-то совсем недавно, примерно с недельку назад, 17 октября. И на текущий момент стоимость выросла аж в 6 раз, да. Но была возможность у людей купить где-то изначально до листинга. Листинг ни на каких биржах не был, он был только на Uniswap. Весь объем, опять-таки, стопроцентно приходится на Uniswap. Что же это за монетка и чем она интересна для нас вообще? Уши, да юши, юши. Это ключ к уникальному инструменту аналитики для криптопространства. Наш продукт это искусственный интеллект, который может обучаться, используя исторические данные из тысяч криптоканалов, социальных сетей, биш, децентрализованных и централизованных новостных сайтов и тому подобным. На высоком уровне он работает, анализируя данные и ища закономерности, из которых он может делать выводы. Ну, соответственно, как я понял, подавать советы, как торговать. Все подписки и дополнительные услуги будут оплачиваться с помощью юши, которые будут сожжены по итогу. Ну, в общем, эта монетка нужна именно для оплаты такого сервиса, который будет подсказывать, типа, как торговый советник, что ли. Это насколько я могу понимать на текущий момент. Что еще из интересного? Если, допустим, зарулить к ним на сайте с такой, ну, он, блин, обычно, он одностраничник, сделанный на коленке, ну, правда, ну, что это? Ну, смотрите сами, последний уровень такого, я не знаю, почему его пиарят, ну, правда. Я сам его сделаю, если вот посижу, ну, блин, ну, за пару выходных, ну, блин, картинок нарежу, что-нибудь придумаю и запулю. Давайте переведем на русский и почитаем. Бык верный помощник, призванный помочь, отведать сладость большого роста. Ну, так как бы перевод такой прикольный, конечно, Юши, это, оказывается, бык с японского, я думал, какой-то этот, Юши, это думал, дракончик такой в Марио. Ну, здесь то же самое, что это ключ к уникальному инструменту, аналитики для крипто-пространства, наш продукт, это искусственный интеллект, который может обучаться, используя исторические данные, бла-бла-бла-бла. На высоком уровне он работает, анализируя данные, ища закономерности, из которых можно сделать выводы, покупать, не продавать. Фиксирован общий запас монеток 21 миллиард. Держатели, получается, за то, что они удерживают их и получают прибыль. Смотрите, налоговый сбор от покупки 1%, от продажи 2%. Комиссия за ликвидность купить 1%, продавать 2%. На маркетинг у них идет от покупок 2%, продавать 4%. Ну, маркетинг это что имеется в виду? Рекламка, надо покупать и всякие в соцсетях, то же самое. Ну, и сгорают при покупке 1%, при продаже 2%. Адрес контракта вот, здесь вы видите на экране. Ну, и как бы и на этом, на этом как бы и все. План выполнения, они ниже тоже пишут, что 5% денег уходит на подготовку маркетинговых процентов в компании. 10% это уже формирование сообщества в социальных сетях. Мне кажется, мы на этой стадии сейчас находимся. Потом уже 25% выполнения их плана. Это листинг на CoinMarketCap уже был. На CoinGecko не знаю, зайдем посмотрим. Проверка Etherscan и маркетинговая компания в Телеграме и в Твиттере. Соответственно, в Твиттере у них 83 твита, 5004 читателей, регистрация сентября 2022 года, это месяц назад. И в принципе, в принципе, в принципе, что? В принципе, да и ничего. Если мы зайдем в тележку, у них подписчиков в группе 4262, что же в принципе, ну, мало на самом деле. Также, если мы зайдем на Etherscan, посмотреть, сколько здесь держателей и трансферов. Смотрите, за все время было 30 тысяч трансферов. Это, в принципе, приличное количество. Держатели 2736. Его, наверное, за последние сутки прирост составил, ну, да, за день 3%. 3% в день прироста, ну, в принципе, это нормально для такого количества. Но если они как бы себя позиционируют, что там у них и пиар, и все проходит, ну, не знаю. С другой стороны, смотрите, на данный момент уже сожжено 7% этих криптомонеток. На 7% это, получается, на рынке остается вообще, в принципе, что-то 19,5 миллиардов этих монеточек, что еще овер дофига, потому что, как мы видим, рыночная капитализация там была. Всех этих монет 5 миллионов долларов. Но, с другой стороны, здесь нет такого, что все сосредоточено на одном кошельке. На Uniswap хранится 5%, 12 миллионов, потом пошли к какой-то Love Me Star кошелечек, да, криптолол, у которого тоже где-то там на 1,2 миллиона долларов уже на самом деле. Есть даже, смотрите, Виталик Бутерин, да, с 1,2 миллиона долларов. Но мы же не знаем, кто этому Виталику туда скидывал на его кошелечек, мог кто угодно, создатель этой крипты тоже. И почему здесь отображаются такие дикие цифры, да, хотя сама монетка, если посчитать, она столько не стоит. Вот, допустим, миллион 210 умножаем на 0,0002, точнее, не умножаем, а делим, да, и получаем 6 миллиардов монеточек, но здесь всего 112 миллионов, а не 6 миллиардов. Короче, где-то что-то какая-то муть. Сейчас вечер, я немножко подустал после работы, когда я записываю это видео, поэтому извините, напишите в комментариях, где в чем я ошибся. Также здесь, смотрите, полная стоимость 226 миллионов, типа, долларов. Короче, где-то обман, однозначный обман, потому что я свои, я покупал где-то на днях, ну, вообще, баксов на 10. Ну, да, смотрите, вот я подключился, да, к Uniswap, у меня всего Юши получается баланс 55900. Если я захочу его продать, то мне за это могут только предложить 0,01 эфир, то есть 13 долларов, да, я не обманываю. Смотрите, 55901, ну, 13 долларов у меня этих Юши, то есть я больше не хочу. Покупил для прикола и все. В общем, такая мутная тема. Далее, что еще здесь на сайте у нас? Планируется листинг на централизованную какую-то биржу, на Gata.io, например. Производство продукта, внедрение токенов, сотрудничество с проектами DeFi, децентрализованными типами продуктами. И далее, масштабирование экосистемы и выпуск новых продуктов и услуг. Все, пока все. Ну, это, к сожалению, может, счастью, действительно, что только что известно про эту монетку. Мне на текущий момент, просто как обывателю, да, то есть не пиарщику, мне просто интересно. Я зашел, ознакомился и поглядел, почему все орут, что какой-то дикий потенциал роста. Я надеюсь, мы с вами поймем. Через несколько месяцев, да, тут вот так же Виталик запущен с его бутериумом, бутериумом, вы простите, с эфириумом, точнее. Не знаю, ну, блин, мне кажется, такой разводняк хороший. Но у каждого своя голова на плечах, конечно, поэтому пишите в комментариях, кто что думает. Купил, не купил? Ждет пампа, не ждет? Похоже на хайп, не похоже. А мне так очень похоже. Лучше любой мемной монетки, но посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому купить ее на данный момент можно только на Венисвапе, обменяв на эфирчик. Нужно ли это делать? Мое мнение, что, ну, вряд ли. Растет она хорошо, но в любой момент может обнулиться. Доверия вообще никакого нету к этому проекту. Кто бы там что ни говорил, кто бы как ни пиарил, это все, на мой взгляд, чушь собачья. И это так, просто мысли вслух, ни в коем случае не финансовый совет, не призыв к действию. Всем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какую криптовалюту можно рассмотреть в ближайшее время. Надеюсь, найду время. Всем всего хорошего и покедово. Увидимся.